Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вас всегда ждут свежие новости и всегда ждет что-нибудь новенькое, интересненькое и не обязательно по теме новостей. Итак, ребят, буквально вчера мы премиализовали Бабаху. Вот такая вот интересная история у нас получилась, попытались на ней пофармить серебрянди, ну и я себе подумал, но если мы все-таки Бабаху премиализовали для того, чтобы ее попробовать, то, наверное, нам надо премиализовать и прямого конкурента данной машины, особенно с учетом того, что данную тачку апнули в одном из последних обновлений и сегодня мы сделаем премиумной Ягу. Яга Е100 отправляется на премиализацию и мы посмотрим, что это даст в разрезе количества зарабатываемого серебра. Орудие действительно классное на сегодняшний день, хорошее пробивное, накидывает классного урона и при этом всем, ребят, стоит отметить, что есть еще возможность поставить себе в снаряжение вот эту вот радость, которая называется Вольфрамовые Сердечники и иметь возможность накидывать от 105 до 125. Единиц среднего урона. Ну а с учетом того, что здесь и так, в принципе, на базовом снаряде довольно-таки крутой средний урон в 800, то я считаю, что данная фича должна сработать довольно неплохо. Плюс к тому, есть осколочно-фугасная с пробитием 85. Если в бою нам повезет, то, соответственно, накинем еще больше урона. Короче говоря, ребят, в теории получается так, что чем больше урона ты набрасываешь, тем больше ты получаешь всякого рода медалек и так далее, тем больше серы ты получаешь. Ну, на премиумной машине это еще приумножается. Ну что, берем машину. На ТТХ особо не будем останавливаться. Я думаю, все знают ТТХ по Яге. В конце концов, вы можете просто зайти и посмотреть ветки исследования, даже если ее не открывали. Попадаем в первый попавшийся бой и там будем ее тестить. Ну что, друзья, поехали. Попытаемся немножко пофармить серебра на Яге. Предыдущий опыт, который был у нас на Бабахе, показал, что 2-300 голдой абсолютно не стоит того, чтобы премиализировать ФВшку. Но, согласитесь, как-то вот вообще совсем не вариант был, не знаю, мне, честно говоря, не сильно понравилось. Там не особо-то заработка была в виде серебра и 2-300, по-моему, лучше отложить и купить себе какой-нибудь прем 8 уровня. Я понимаю, что за 2-300 прем 8 уровня вы не купите, но все-таки вы покупаете премиумную тачку, которая будет у вас на постоянку всегда, а не временно на 14 дней. Что касается Яги, здесь, мне кажется, может быть вариант поинтереснее. На Яге все-таки нанести за бой большое количество урона легче, нежели на Бабахе. Дело в том, что Бабаха картонная, абсолютно неживучая. Блин, пропустил, заговорился. Яга гораздо более живучая, соответственно, дольше может продержаться в бою, но и, соответственно, может быть в этом отношении гораздо интереснее. Накинул сейчас вольфрамовым сердечником, а такое впечатление, что без него. В чем прикол, не совсем понимаю. Скорее всего, получил сейчас 105 единиц. Я попытаюсь сейчас не пользоваться лишний раз адреналином, ну просто потому что на фарме это существенно отразится. Буду пользоваться только по мере острой необходимости, как говорится. И, соответственно, если вдруг чего, то тогда как-то там потом на калькуляторе все это дело будем отнимать. Пока я не сильно доволен выстрелом, потому что, ну все-таки, 900 единиц там с копейками урона за выстрел не шибко жирно. Хотелось бы немножечко поболее. Так, где? Где соперники, по которым можно по красоте отстреливать? Была бы какая-то более ровная карта, поехал бы на передовую вместе с тяжами и там бы прожимал. Ну а здесь немножко придется ППТ-шить. Ну давай, ИС, выезжай. Нет. Ай, красиво, красиво. Так, теперь надо отходить, потому что сейчас у меня начнет здесь лететь однозначно. Вот, первый прилетик не попал, ха-ха. Все, теперь можно быстренько через горку спускаться и дальше пытаться поддержать нашего ИСа 4-го. Плюс наверху, возле мельницы, там тоже где-то один прячется. Еду-еду, братка, все нормально. А, тебе уже помогли. Видишь, ты переживал. Так, поехали дальше. Я надеюсь, ИС 4-й сейчас поддержит в отношении точки Б, поедет туда отвлекать. Ну а я пока попытаюсь перетянуться сюда и помогу с Е-75. Е-75 мне, в принципе, там на один укус. Поэтому я думаю, что... Да, плохо меня там ИС, походу, поддерживает. Так. Есть. Погнали дальше. ИС там вроде бы начал потихоньку продавливать. Значит, нужно продолжать триумфальное шествие. Запас прочности пока еще позволяет немножко побыковать. ИС 7-й. А что наши ребята тяжи, блин? Встряли на точке ЦМ, стоят там, радуются. Не совсем понимаю их маневр ушами. Так. Блин, не успел выцелить. Ладно, хорошо. Психуем, берем адреналин. Едь сюда. Фугасом хотел закинуть, но у ИСа жопа крепкая, зараза. Так, ну все. ИС точно мой. Едь сюда. Так. КДшечка, КДшечка. Минотавра забрали. Все, поехали. Трое на двое. В принципе, шансы есть. Т-22, правда, такой себе помощник. Я так понимаю, что, в принципе, на один зуб максимум один шот сможет дать. И на этом, в принципе, до свидания. Два на два. Получается, тянуть придется именно мне. Ладно. Сдаваться никто не собирается. Шансы, в принципе, есть. Что там у нас? Путь свободен. Ну, показывай, Сейс. Ладно, хорошо. Давай фугасом попробуем. Но! 22-й. Где ты катаешься? Блин. Обидно, ребят. Очень обидно. Сейчас были, в принципе, шансы. Где там 22-й? Почему он именно отсюда решил приехать? Мог через... Водичку-то перескочить. С городка зайти. Ладно. Не будем его винить. Досматриваем бой. Смотрим на результаты. И в любом случае, Ягу сейчас возьмем еще на одну катку. Потому что мне кажется, что можно было бы сделать гораздо больше. И так, друзья. Поражение 4400 единиц урона. 2 уничтоженных соперника. И в проигрышном бою по итогам, с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт, мы получаем 13 тысяч с копейками, ребят. Это чисто вот с прем-аккаунтом. Был бы без према, сидел бы в минусе. Все потому, что я пополняю снаряжение себе на 16800. Плюс, ребят, стоит учитывать, что и пополнение амуниции не такое уж и дешевое. 15400. А без нее играть, ну, прям совсем туго. Ничего не собираюсь выбрасывать. Просто потому, что считаю, что это не честно. В конце концов, у нас абсолютно честный тест. И мы все-таки собрались здесь для того, чтобы понимать, выгодно или нет. А когда вопрос стоит ребром в отношении затрат, в частности кровной голды, то мне кажется, что выбрасывать проигрышные бои, пускай даже с какими-то ужасными результатами, которые могут ткнуть меня лицом в грязь, мол, типа я плохо играю, я все равно не собираюсь. Потому что ваша голда мне действительно важна. Я понимаю ее ценность. Поверьте, знаю цену каждой золотой копейки. Ну что, поехали еще в одну катку. Глядишь, повезет, да и победу получим. Ну что, ребят, вторая катка. И мне очень хотелось бы все-таки в ней одержать победу. Потому что если опять будет проигрыш, то заценить машину в отношении фарма, ну, не представляется возможным, по крайней мере, в нормальном понимании. Мы-то все-таки фармим больше в победных боях, нежели в проигрышных. Соответственно, нам нужна победа с максимальным результатом по количеству настреленного урона. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Выше чифа закинул. И первый промах на моем щиту. Не очень, конечно, хорошо. Перезаряжаемся. Так, ждем, пока кто-то появится в засвете. А этому, блин, вообще везет. Попадаю в башню ему, в щеку. Два промаха. А за это время можно было бы два, в принципе, попадания сделать. Есть! 873. Уже неплохо. Да не, наугад ты так будешь долго, братка, меня выцеливать. Так, ладно. Хорошо, в снайпера поиграли. Поехали немножечко поближе. Тем более, что здесь нет. Здесь 60 ТПИС пытается покошмарить. Я думаю, что самое время нам подключиться к этому процессу. И немножечко ему помочь. Сомневаюсь я, что ему самому приятно здесь находиться. Ну, а значит, будем помогать. Так, сведение. Ремкаемся. Точнее, лечимся. Так, ладно. ИСа пока оставим в покое. Будет на совести 60 ТП. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Так 935 Что-то мне подсказывает, что в этом бою будет немножечко поменьше Мне нечем сейчас Нечем сейчас отремонтировать боевую кладку Это существенно усложняет задачу в отношении набива урона Так, отходим Так, 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 довернуться Довернуться, в любом случае, доворачиваемся Айх, в последний момент нижний бронелист подвел Да бабахи бы мне добраться Да боюсь, не доживу Так, успею вот этого товарища отправить отдыхать Есть 4 на 3 Уже неплохо, в принципе Но я шотный Ладно Не получилось, конечно, такого же количества урона накидать, как в предыдущем бою Но как бой сложился, так сложился И давайте будем говорить откровенно Навряд ли каждый бой на Яге заканчивается у вас с 4 плюс по количеству урона Мне все-таки кажется, что есть такие бои, в которых вы выходите, допустим, с двумя тысячами урона Ну, там, от силы две с половиной Сейчас мы сделали три тысячи урона В целом, можно считать, что этот бой плюс-минус показательный Если вы со мной не согласны, пишите в комментариях, пожалуйста Сколько вы, в основном, вывозите на Яге за один стандартный бой Ну и, соответственно, сколько серебра вы за это получаете Теперь давайте будем смотреть С прем-аккаунтом, с учетом того, что это премиализированная Яга Мы вывозим с вами 16 тысяч серебро Что касается без према, было бы всего лишь 2670 Пополнение снаряжения можно отсюда, в принципе, отминусовать И тогда было бы немножко поинтереснее Но все равно, ребят, мы не дотягиваем с вами даже до 20 тысяч Не знаю, может, если поставить еще дополнительно какие-то там бустеры, допустим, и подобные ништячки То, может быть, и больше можно было бы на ней забрать за данную катку Но все равно, это вторая машина, которую мы премиализировали И пока, ребят, я разочарован Я разочарован, потому что я не вижу какого-то выхода в плюс Ну, знаете, такого прям совсем такого существенного выхода Так, чтобы это действительно было сравнимо со стандартной премиумной тачкой Зачем эта премиализация на десятках, мне пока непонятно Но останавливаться пока не собираюсь Пишите свое мнение по поводу того, насколько вам нравится эта тематика И насколько вы хотите видеть премиализированными не только десятки Но и, допустим, премиализировать какие-то восьмерки И пишите, кого первым вы хотели бы увидеть в виде према восьмого уровня из проходной тачки Ну, не знаю, там, допустим, какую-нибудь СУ-152 Коей есть довольно интересная альтернатива На премиумный манер, которая очень часто попадается на продажу Ну что, я побежал снимать специально для вас А вы, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайк Обязательно жмите на колокольчик Мира вам и обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok